Европа Плюс на радио 99,5 Добрый день, уважаемые радиослушатели Мы начинаем работу в прямом эфире И будем говорить о самом интересном, что произошло на этой неделе А также о очень интересном событии, а именно выходе книги Я думаю, всем хорошо известного Николая Кабанова, публициста и депутата Сейма Добрый день Добрый день Недавно совсем вышла ваша книга, об этом, может быть, буквально через несколько минут Сначала хотелось бы несколько слов о тех актуальных событиях, которые произошли Ну, к примеру, все обсуждают, что же произошло в последнее время С министром обороны, Артисом Пабликсом Сколько он делает одно заявление, не знаю, страшнее другого Вот договорился до того, что вот Россия угрожает буквально Латвии И даже есть какая-то вероятность, правда, маленькая военного вторжения И это все накануне визита вице-премьера правительства России Ольги Голодец, которая прибыла в Ригу Несколько слов Что же произошло, на ваш взгляд, с господином Пабликсом? Как он из Голубя мира стал вот ястребом? Ну, на самом деле, Пабликс никогда Голубем мира не был Я не считаю, что это сильный политик, поскольку Впервые он стал депутатом парламента не по велению избирателя Потому что зашел по мягкому мандату, так называемому Когда Рихард Пикс был избран в Европарламент Пабликс автоматически стал председателем комиссии по иностранным делам Через три месяца он уже был министром То есть, понимаете, из обычного профессора Такой карьерный рост не мог не вскружить ему голову Побыв министром иностранных дел, он добился великого, так сказать, деяния В кавычках, это он заблокировал подписание договора с Россией о границе Показал себя, ну, ястребом И вот эту ястребную линию он сейчас гнет уже в кресле министра обороны Всем понятно, что, так сказать, латвийская армия это потешное войско И, ну, видимо, ему там нечем заняться То есть, не заниматься ли ему Не заниматься же ему таким вопросом, как латвийский военно-морской плод Так что Пабрикс в СВМ, амплуа политолога Обвиняет Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах Насколько мне приходилось общаться с латвийскими дипломатами Они очень недовольны и нервничают из-за этих высказываний Поскольку он фактически ломает их работу То есть, он отвлекается от своих прямых служебных обязанностей И занимается вот таким вот перетягиванием одеяла СМИДом То есть, каких-то далеко идущих внешнеполитических последствий не будет Или это еще больше ухудшит наши отношения между вами и Россией Видите, в каждой стране свои, скажем так, такие люди, принимающие решения А есть люди, которые занимаются фразеологией Вот есть Владимир Вольфович Жириновский Но его высказывание не есть официальная линия Российской Федерации Поэтому я полагаю, что, ну вот Пабрикс, к сожалению, сейчас он выполняет вот эту функцию у нас в правительстве Ну, опять же, нужно понимать, что единство поиграло выборы в Риге И вот это вот нервное напряжение, которое у них скопило за последние месяцы Вот оно выплескивается в таких истериках К этому же можно отнести, ну, чуть немножечко в другом амплуа Но вот совершенно неграмотные, по-моему, высказывания министра финансов Андриса Вилкса О том, что Рига, видите ли, не дает повысить зарплату этим самым труженикам Латвии Это, ну, высказывание, рассчитанное на, я не знаю, каких-то полуграмотных дедов Понимаете, у нас давно не государственная экономика И не так, чтобы, понимаете, из общего котла, там, не знаю, плохой Ушаков уворовывает какие-то деньги Понимаете, то есть, ну, оперировать такими понятиями в наше время просто бессмысленно Ну, то же самое, что и Пабрикс Николай Кабанов, у нас в студии Напомню, вот хотел спросить еще об одном интересном деле Которое буквально вчера произошло Эта эпопея уже довольно длится давно Цветкова Ирина, ваша коллега по фракции ценно-согласия Была наказана мандатной комиссией СИИМа за ее интервью и за ее высказывание в Вашингтоне Где во время международной конференции она сказала, что в Латвии наблюдается проявление неонацизма И привела несколько примеров Этому включая 16 марта и памятник, установку памятника в Бауске и так далее Что это такое? Это начало какой-то там политической расправы или это просто там такое легкое предупреждение? Ну, на самом деле, я как человек, который неоднократно бывал на этической комиссии СИИМа Могу сказать, что это просто создание ложных информационных поводов То есть, националы показывают тем самым, что они держат этих русских в узде И время от времени нас, так сказать, прищучивают там Чтобы знали Да, но я скажу, что мы с Ириной Цветковой и Борисом Целевичем Вчера были на встрече со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Дугласом Дэвидсоном, который приехал сюда на годовщину Холокоста И вот обсуждался вопрос собственности еврейских организаций Закон известный, который уже с 2006 года, если не ошибаюсь, находится в подвешенном состоянии Но вот американцы интересуются, по каким таким показателям он не движется Почему правительство наших союзников, друзей так непоследовательно в своем понимании Ну, я со своей стороны могу сказать то, что я сказал Я сказал то, что, видите ли, отношение к этому очень сложному болезненному вопросу Оно вытекает из всей той политики реваншизма, которая породится в нашем государстве, к сожалению То есть это следствие всех тех вещей, о которых говорила Цветкова, о которых говорю я и другие Ну и в связи с этим я опять же скажу, что в наше время история, исторические аспекты занимают примерно то же место, что сто лет назад религия Или более того То есть она заменила религию в этой стране И вот эти споры относительно трактовки истории, они носят уже почти религиозный, мистический характер То есть даже о достойности фактов никто не думает Понимаете, существуют некие устоявшиеся представления Или вот есть такое понятие мем, интернет-мем То есть пошла гулять какая-то фраза или рисуночек какой-то И все вот уже воспринимают это как данность Вот в данном случае оккупация это такой мем Понятие некое И поэтому я хочу сказать, что вот этот июнь, июль, август Это три месяца, за которые у нас, если не ошибаюсь, порядка шести дат, связанных так или иначе с историей Начнем 14 июня, 17 июня, 22 июня Это в Латвии отмечается как день победы латвийской армии над войсками немцев в 1919 году Дальше считаем 4 июля, да, Холокост Дальше считаем, ну, все-таки 23 августа, да, и так далее Если мы еще сюда прибавим то, что в России отмечается 22 июня, да, и это имеет определенное воздействие также и на нас То есть мы получаем 6 дат за три месяца И поэтому летом, видимо, из-за отсутствия реальной политики, все-таки 7 уходят на каникулы Правительство тоже не столь активно Поэтому постоянно возникает напряжение вокруг этих исторических точек И политики делают какие-то заявления Я же, готовя свою публикацию, свою книгу, постарался донести, в первую очередь, факты Малоизвестные и неизвестные факты для читателей Сделать, чтобы было интересно Вот мы сейчас как раз к этой книге подходим Какова была ваша цель? Вот вы сказали сделать такую вот интересную книгу на основе, естественно, документов, да? Почему вообще такая возникла мысль? Может быть, вы натолкнулись на какой-то документ, который раньше не был вообще известен широко общественно? То есть, какой-то факт, который скрывался Вы знаете, есть такой, в интернете я нашел такой интересный архив Называется Советский архив Был такой диссидент Владимир Буковский Старшее поколение его знает, наверное, знаменитую фразу Обменяли хулигана на Луиса Кроволана Где бы найти такую пи, чтобы на Брежнева сменять Ну вот, то есть, и вот этот Буковский собрал документы из ЦК КПСС Когда, ну, в 91-м году вскрывали эти архивы Ну и вот разложил их в интернете по тематике Вот вам То есть, это даже было в интернете Да, да, оно есть сейчас в интернете Вот вам, пожалуйста, оборона, вот, значит, дела там диссидента Вот помощь иностранным компартиям и так далее Мне стало интересно, а есть ли что-то подобное у нас в Латвии? Ну, конечно, есть Существует 101-й фонд Государственного архива Латвии Это архивы ЦК КП Латвии Это мозговые центры, в которые стекались все абсолютно документы касающиеся Секретные Да, ну, в основном секретные И софт-секретные То есть, касающиеся дел военных Дел по госбезопасности По народному хозяйству По чрезвычайным происшествиям По культуре, идеологии Словом, по всем тем аспектам, которыми жило тогда Ну, наше общество Не так давно И я взял именно такой временной пласт, как с конца 60-х до конца 80-х годов То есть, то время, которое можно назвать периодом стабилизации Или золотым веком советской Латвии Поскольку, после всех многочисленных репрессивных мероприятий И хрущевских экспериментов Ну, на 20, 22, 23 года установилась относительная стабильность и благосостояние Мне хотелось посмотреть, что было за этим фасадом Как это все существовало Какие были властные практики Как система работала сверху донизу И мне показалось, что я нашел какие-то факты Которые свидетельствуют о том, что действительно Это была состоявшаяся государственная система Такой полноценный, я бы сказал, опыт наш совместный Вот это очень интересно Многие говорят о том, что вот и фактически ваша книга Она актуализирует, как сейчас модно говорить Делает более актуальной Тему коллаборационизма Потому что, когда все время У нас определенные историки Официальные, так мы их назовем И политики говорят о том Это была советская оккупация Это была советская оккупация То неизбежно возникает вопрос Хорошо, но ведь тогда были те местные жители Которые верой и правой служили этому оккупационному режиму И занимали высокие должности Да, и эти люди сейчас тоже, так сказать Не пропали Не пропали, да Я назову хотя бы того же самого Валдемара Крустенша Который сейчас активно пишет в Латвии с Авезой Выступает с разными такими Ультра-националистическими статьями Но в советское время это был редактор газеты Лауку Авеза То есть член ЦК партии И проводник той идеологии Но на самом деле вы понимаете Я этот термин коллаборация не употребляю Я не считаю, что Латвия была оккупированной Я считаю, что Латвия была интегральной частью советской системы Со всеми ее плюсами и минусами Поэтому, говоря о недостатках советской системы Которые я, ну не скрывая, упоминаю в своей книге Я говорю о том, что, во-первых Эти недостатки несравнимы с теми, что есть сейчас Во-вторых, те страшные репрессии, в кавычках На которые обрушивались на латышских патриотов Это просто куром на смех То есть я говорю о 70-80-х годах, подчеркиваю То есть у меня там описываются случаи групповых проявлений Скажем, таких антисоветских И случаи массовых беспорядков И даже террористических проявлений И шпионажа, которые пытались сделать отдельные инициаторы этого дела Ну, так или иначе, я хочу сказать, что Это не был ужас, ужас, ужас Как нас сейчас пытаются доказать нам Вот это была, в общем-то, обыкновенная европейская страна Обыкновенная европейская страна Если мы сравним с такими государствами, как Португалия, Греция Ну, я уж не говорю про Турцию Ну, у нас было значительно меньше государственного насилия в ту эпоху Ну, это уже, естественно, не эпоха Сталина Чтобы люди понимали Конечно, конечно Начиная с Хрущева и заканчивая Горбачевым Латвия была очень вегетарианским обществом У нас много звонков Обязательно поговорим еще о книге Может быть, как раз вопрос будет о книге Сейчас... Добрый день, слушаем вас Добрый день Прошу меня, извините, что по книге не будет вопроса Пожалуйста Я просто про то, что Пабрикс Вот когда было у вас на радио пару лет обратно Я у Пабрикса как раз вот эту тему, которую Николай задел Спросил, а как вы считаете, как повлияло на экономику Латвии Ваша упертость по заключению договора там Пабрикс Вы сорвали международный договор Знаете, что мне Пабрикс сказал? Вот на вашем радио Не надо путать политику и экономику Вот, после этого я так как-то стал сомневаться в том Что он действительно ученый Вот, и что еще хотел бы сказать Вы посмотрите, все время напряжение обстановки Вот сейчас создали у нас парламент непредставленных На тебе посылают запрос депутат Винтерс Там же по поводу того, чтобы проверить Как это, нет ли угрозы государственной безопасности Он что? Он же у нас университет кончал У него высшее образование Он что, не знаком с основами конституции? С основами нашего законодательства Нет, надо все время психологические атаки какие-то И вот народу все-таки поспокойнее бы как-то пожить Надо бы не создавать на пустом месте То, чего там Правда, это скорее не вопрос, а комментарий Кстати, как вы относитесь к Конгрессу неграждан? Конгресс неграждан Это вполне законная демократическая инициатива Которая имеет место быть в нашем обществе Если у нас есть неграждане, то у нас эта проблема существует Ее решения со стороны политических сил, таких как СЕИМ, правительство К сожалению, отсутствуют Только что мы проехали вот эти многочисленные дебаты по закону гражданства Практически ничего из того, что Центр согласия предлагал, сделано не было Поэтому естественная реакция Появление такой альтернативной системы, как Конгресс неграждан Еще один звонок примем, надеюсь, это будет вопрос Добрый день, слушаем вас У меня такой смешной, может быть, вопрос Но вот господин Кабанов-Кулен добрался до документов там серьезных таких 60-х, 70-х, 80-х годов Может быть, на этот вопрос ответить Скажите, пожалуйста Муж госпожи Винкелес намного моложе, чем я А пенсию получает намного больше, чем я Мотивируя тем, что он в советское время был великий борец за свободную Латвию И сидел в тюрьме Вы можете сказать, а за что он сидел в тюрьме Сколько он сидел в тюрьме И справедливо ли он получает такие огромные, ну, большие пенсии Спасибо большое Я вам расскажу одну небольшую деталь Дело в том, что все-таки, мне кажется, те деяния, которые инкриминировались в свое время господину Винкелесу, это не на уровне ЦК, это скорее на уровне районной прокуратуры Поэтому упоминания о диссиденте Винкелесе я в архивах не нашел Вот все, что я могу сказать Я слышал версию о судьбе господина Винкелеса Озвучивать ее на радио я не буду, поскольку у нас еще гражданский кодекс не отменен Гражданский закон Ну да, раз нет доказательств, тогда пока воздержимся А было ли что-то, когда вы занимались изучением документов, готовясь к написанию этой книги Было ли что-то такое, не знаю, что вас особенно поразило или что вас удивило Я почему спрашиваю, поскольку вы давно увлекаетесь историей, в том числе вот этот советский период, жизни советской Латвии Ну, может быть, что-то такое было, где вы Ну вот, например, я услышал, впервые узнал из этих документов, что в Латвии была разработана система, которая позволяла найти в космосе ядерное оружие Эта программа называлась «Цифра-штиль» и она разрабатывалась, когда в Америке были звездные войны Они предполагали выводить ядерные заряды на орбиту, и вот найти эту иголку в стоге сена, ну, было поручено нашим латвийским ученым Для меня стало неким откровением все-таки, какую важную роль играла латвийская промышленность в становлении советской оборонной мощи И ту роль, которую, скажем, выполняли наши предприятия, вот в частности, без продукции Рижского дизельного завода не могла взлететь, ну, в буквальном смысле, ни одна ракета Поскольку, чтобы ракета стартовала, нужно электрическое питание, то есть в поле, где ты его возьмешь, это дизель автономный Соответственно, вот, начиная от зенитных ракет и заканчивая межконтинентальными тополями, все это были наши латвийские дизеля И вот в связи с этим я хочу отметить еще такой интересный аспект Вот для меня стала откровением та степень конкуренции между союзным и республиканскими, скажем так, партийными аппаратами Москва через свои структуры, она, ну, призывала Ригу строить новые предприятия, осваивать, значит, финансы, завозить сюда рабочую силу А местные, так сказать, весьма-весьма упирались, и это было еще и в 80-е годы, то есть задолго до Атмады Еще тот самый партийный аппарат, административный аппарат, который был у нас, в том числе и славянского происхождения, они препятствовали Вот, например, была в 80-е годы такая идея, инициатива завести сюда, в Латвию, рабочих из Средней Азии Потому что у них был избыток уже тогда трудовых ресурсов, и была скрытая безработица Вот они предлагали, значит, наладить экспорт этих вот ребят сюда А наши товарищи, вот, Латвийский комитет по трудовым ресурсам, он сказал, что нет, давайте мы к вам, давайте мы у вас построим филиалы ВЭФа, там, РАФа и так далее То есть было бы очень интересно, чем это все закончилось, если бы не распался СССР, потому что планы на строительство предприятий, вот, последнее, что я видел, 2005 год Вы представляете, то есть они планировали вплоть до этого времени, то есть планировали строительство, например, заводов детского питания, да, то есть вот те сухие смеси, которые сейчас мы привыкли, да, то есть их вполне могли и у нас выпускать Или, к примеру, там, цифровые телефонные станции, как оснастить, вот, скажем, всю Латвию Дальше, маленькие города, маленькие города, такие, как Цессис, предполагалось полностью перестроить, создать там такие уютные квартальчики, такие, ну, то есть, это еще раз подчеркиваю, что заботились-то не только о Риге Как мифология такая, что вот, типа, мигранты здесь понастроили все здесь, да, вот эти все иманты свои, да, в чистом виде Вот они, проклятые, купанки, заботились? Ну, планировалось это все, это все планировалось на 90-е годы, да, и еще раз я говорю, что такая вот регламентация меня поразила уровень, вот, насколько было все известно было вплоть до мелочей Сколько в Риге, вот, на секундочку, сейчас вот таких-то овощей по позициям, сколько вот морковки у нас на складе, сколько соленых огурцов, ну, все подгреб, секретно совершенно, разумеется И там говорится, что, да, не хватает у нас, то есть, картошки, надо закупить, значит, ее картошку по каким-то кооперативным ценам, вот, пустить ее в продажу То есть, 81-83 год, такие вот вещи Да, интересные, действительно, по крайней мере, чуть-чуть по-другому раскрывается нам советская Латвия Николай Кабанов у нас в студии, депутат Сейма, публицист, автор только что недавно вышедшей книги О книге не только еще поговорим, во второй части я вижу много звонков, оставайтесь с нами Продолжаем работу в прямой эфире, Николай Кабанов у нас в студии, депутат Сейма, публицист, автор недавно вышедшей книги из архивов ЦК Компартии Латвии Много звонков у нас, давайте будем их принимать Добрый день, слушаем вас Пожалуйста Да Что-то со связью, 672-12-939, 672-13-939, работает система видеочата, задавайте ваши вопросы, звоните Пока ждем звонков, я, может быть, такой хотел, этот вопрос практического свойства Где можно уже приобрести книгу, и, может быть, у вас оставить материалы для следующей книги? Я хочу сказать, что, ну, это не коммерческий проект, поэтому я не занимаюсь распространением Насколько мне известно, какие-то рижские книжные магазины вошли в контакт с московскими издателями, это фонд исторической памяти, и, может быть, они как-то завезут сюда и в Латвии Да, это, кстати, книга, выезданная в Москве Нет, ну, в данной ситуации я, как правообладатель, имею право ее распространять Есть такой сайт, рутрекер.орг, это сайт, на котором доступна моя книга Если же кто-то желает ее получить электронную копию, я могу предложить написать мне на мой саймовский адрес Это николайс.кабановс.сайм.лв И по вашей заявке я пришлю вам электронную книгу Я вообще считаю, что в наше время столько много информации, что засорять полки книжные не стоит достаточно Нужно же переходить на новые формы Ну, конечно, нескольким десяткам человек я подарил, в основном ветеранам, потому что люди, не привыкшие, так скажем, читать уже на новых, на компьютерах Но я скажу так, что я лично вообще практически все читаю уже на компьютере То есть фактически книжные продукции То есть я уже не клиент книжных магазинов Понятно А тем не менее, что-то еще вы готовите? Ну, так сразу, конечно, не могу сказать Все-таки моя первая книга была серия интервью с политиками времен перестройки Атмады, так называемая, значит, называлась «Цена независимости» Там были документальные очерки о людях Сейчас я сделаю вот это вот на основе архивных документов И, вероятно, следующий мой проект будет уже совершен из другой сферы Я не знаю, о чем он будет, да, но так или иначе, ну, не будет повтор тот же самый Потому что, знаете, сидеть в архиве и выискивать вот из сотен папок вот эти все крупицы интересной информации Это очень трудоемкое занятие, из-за которого, в общем-то, фактически я занимался им в свободное от работы время Это было летнее время То есть летом, когда у нас заседания не было в прошлом году, я ездил туда как... Как на работу Да, каждый день я ездил в эту иманту Там завод, бывший завод радиотехника У него был в свое время режимный цех Он стоит в лесу, туда к нему ведет такая страшная разбитая дорога, значит, плиты Я туда приезжал, заходил и открывал эти папки Мне приносили десятки этих дел В каждом деле там, может быть, до 300 страниц То есть фактически и вот я эти тысячи страниц просеивал Но я должен сказать, что не все документы мне выдали То есть из тех, которые я просил Потому что у нас существует закон о бракивах По которому документы, касающиеся личной информации Засекречиваются на 30 лет До истечения 30 лет смерти фигуранта А так как большинство фигурантов живо сейчас То, соответственно... Ближайшие 50-70 лет Ну, 50 вряд ли, но так, я думаю, где-то около этого Единственное, что мне удалось посмотреть Это было дело бывшего председателя КГБ Лангина Навдюкевича Но это того стоило, поверьте Потому что все-таки первый человек в госбезопасности Латвии Который поработал 15 лет на этом посту Это свидетельство эпохи Это своеобразный, я бы сказал... Это интересный документ Это вот Маузер Дзержинского подержать в руках Примерно то же самое То есть вот все эти формуляры Все эти подклеенные фотокарточки Печати, грифы Это просто заводит само по себе Человека, который этим интересуется Но я опять же говорю Все-таки я не абсолютизирую свое влечение Но многие люди относятся, так сказать, достаточно скептично Что, дескать, надо копаться в этом во всем Нужно жить с сегодняшним днем Я с этим полностью согласен Нужно жить с сегодняшним днем Но не мы это начинали Не мы начинали эту истеричную кампанию Оплевывания нашего прошлого Абсолютно бессмысленную, на мой взгляд Потому что в каждом истерическом периоде Всегда есть проигравшие победители И зачастую они меняются местами Вот кто в нашу эпоху Люди, которые на коне Да, вот Многие могут сказать Ну вот миллионеры, банкиры Ну а как вот иногда судьба с ними Сегодня ты, например, олигарх А завтра ты зэк Да, к сожалению Особенно годы кризиса Как раз это очень наглядно показали Да и вообще в мире такая, знаете, сейчас нестабильная ситуация Взять того же товарища Мурси, например Да, вот как его жалко Вот избрали человека президентом Там 80 миллионов странам Бац, его скинули, все И все сделали вид, что так оно и надо И американцы никакие ему не помогли Хотя он и встречался со всеми Ну, видимо, повесят, да? Все-таки демократическая страна Я не знаю, я честно говоря Вот хотелось бы ему тоже пожелать Прожить жизнь такую, как наши Так сказать, товарищи все Спокойно выйти на пенсию Было бы Ведь на самом-то деле Когда все говорят, что вот такая великая свобода у нас Да, я спрашиваю Ну а где вот Вот это вот, так сказать Где смена Где смена формации Где смена Властных практик То же самое, что было, то и есть Понимаете, ведь что такое Контроль над информацией Это когда власть знает Что на самом деле происходит Когда существует гласность для себя Да? Ведь в практически То есть мы же сейчас тоже не знаем Что происходит до конца Конечно, конечно Вы посмотрите Вот всеми Сколько закрытой информации Вы знаете, у нас за год Наверное Тысячи страниц проходят Той информации Которая под грифом Для служебного пользования Да? И существуют целые дела Вот касающиеся Тех же самых международных кредитов Или, допустим Той же самой Ситуация вокруг Лепа С металлургс Которая Отграниченного пользования Да, да Открываем каждую неделю Страницу кабинета министров Да? Мы видим Закрытое заседание Даже иногда пишут По теме По какой, да? Закрытое заседание Но информацию об этом Мы нигде не видим То есть поэтому Я хочу сказать Что наша демократия Она носит Очень такой Относительный Относительный характер Да? И во многом Напоминает то Что было вот При Леониде Ильича Порой Но это опять же Не значит, что я говорю Что Леонид Ильич плохой Как бы, ну Где-то плохой Где-то нормальный Был Золотой период Так сказать Советской Латвии В то время существовал Да, это правда Давайте будем принимать Звонки И у нас много звонков Николай Кабанов Публицист И депутат Сейма Добрый день Слушаем вас Здрасте Добрый Скажите, пожалуйста А что творится Сейчас с нашей интеллигенцией Вот слушаешь Адбир Супал Сокал Слушаешь нашего Великого Драматурга Или какого-то режиссера И знаешь Какое-то недоумение Во время Атлода Они какие-то были Сплоченные Какие-то яростные А сейчас Они кто-куда Кто-то вспоминает Кто-то не вспоминает Кто-то плюется Я не пойму Что у нас За интеллигенция такая Что за такой Наш передовой Отряд Нашего народа Или он уже Не наш народ Не наша интеллигенция Вы знаете Вот насчет интеллигенции Я скажу Что у меня Это просто целый анекдот С этой прослойкой Наше общество Те люди Которые возглавили Движение народа За освобождение В конце 80-х годов В 70-е годы Это были просто Я бы сказал Такие Прикормленные с руки Товарищи Которых возили В поездочке В поездочке Значит в Америку Для того Чтобы показать Эмигрантам О том Как у нас в Латвии Хорошо заботятся О латышском искусстве Вот Ну я назову Несколько фамилий То есть Иманд Зедонис Янис Петерс Ну Раймонд Волдемарович Из песни Слово не выкинешь Да Там Хор Латвия Там я не знаю Мара Залайте Все эти люди Они получали Инвалютных рублях Командировочные Там нормально тусовались Не просто так На недельку В Болгарию А на две недели В Штаты Нормально То есть Жили Не тужили Да Издавали свои книги Многотысячными тиражами Вот Ведь вы знаете Была такая вещь Как план Он же был во всем Вот план был В этом самом Взятствии Например Человеку 50 лет Собрание сочинений В Индополоши За собрание сочинений Ты можешь Волгу купить Да Запросто Соответственно Если ты народный писатель Твои книжки издают Во всех союзных республиках Да То есть На туркменский язык переводят тебя Да И ты соответственно Гонорарии получаешь Хорошенькие Да Понимаете А вот в конце 80-х годов Нефти не стало Потому что Саудовская Аравия По американской указке Обвалила Значит Цену на нефть Было такое Да И Советский Союз Лишился опаньки Сразу вот всех валютных поступлений И соответственно Не стало с чего Платить Товарищам Народным письменникам И художникам И всем остальным Творцам Вот они собрались В доме известном На крыше на барной И сказали А вот оказывается У нас как все плохо Да Но такие вот Оказывается у нас И заводы плохие У нас природу засоряют И долга в пилская газ А если платили? Я думаю что если платили То до сих пор бы они пели О том что Слава КПСС И все такое Вы понимаете Кто платит Он заказывает музыку Вот в данной ситуации Я хочу сказать Что господин Германис Да Он Херманис простите Господин Херманис Он поступил очень Некорректно Поскольку он оплачивается На секундочку Теми же самыми Вот Быдлом Как он там назвал Да Я уж не помню В каких Да Каких он там Ну грубо говоря Вот так да Лохами Да Лохами Извините А как он За счет чего Кто у него спонсоры У его театра Да Государственные компании Бюджетные организации Так что вот Очень Там эти люди работают Да И главное что это все За счет наших налогов Сделано Его высокое искусство Его поездки в Зальцбург И так далее Вот Так что И здание его тоже Государственное Вот Кстати Да На секундочку Да Вот Большой резонанс Вызову вас Фильм Кстати говоря Так в завершении Хотел спросить Есть ли надежда Что его покажут На большом формате Ну фильм Опять же Создавался В рамках Интернет Вещания В первую очередь Называется он Осланд Ночь под свастикой Проект Который В марте Он Ну Получил достаточно Серьезный резонанс И Видя Наверное Вот эту реакцию Общества Наши Ну Национальные историки Они решили Так вот Эту книжку Которую Сейчас вот В Москве Опытила Фонд историческая память И решили Замолчать То есть Как бы Ну 136 страниц Можно прочитать За день И внимательно Причем С карандашом В руках Но Видно Решили Это Вообще Не поднимать Этот вопрос Так что Я За все время Ни одной Рецензии Даже не прочитал В латышских Изданиях Не знаю Правда Как у нас сейчас Историческая наука И у нас Перестали выходить Да Там может какие-то Мизерные тиражи Остались И все прочее А я вот Когда приходил В этот зал Где в архивах Работали историки Я смотрю Вот над чем они работают Какие у них папки лежат А ведь папку сразу видно Там гриф стоит сверху Народный комиссариат Внутренних дел Так черные Такие буквы Все понятно Разрабатывают Тему репрессий Качают Глубоко копают И каждый практически Вот Занимается этим Вот С чего делаю вывод Нас не ждут Какие-то Интересные работы По той реальной Жизни Последних Двух-трех десятилетий Вот поэтому Я этим и занялся А к сожалению Мы же В общем-то Вышли из Не из сталинского Времени Да И не из Ульмисовской Латвии А вот и реальность Той вот Брежневско-Горбачевской Такой Среды Из которой Сформировалось То поколение Номенклатуры Которая решила Ну Зачем нам Москва Давайте перекинемся На запад На западе так хорошо Мы же туда ездили В командировки Мы видим Как там Все блестит И сверкает Нас правда несколько Другая ситуация Что западу Не нужны Ни наши заводы Которые делают Мудрые системы И всяческие ЭВМ Это все им Абсолютно не нужно Вот им нужно Сбывать сюда Некачественные товары Понемножечку Прибирать к рукам Все наши Более-менее Выгодные отрасли И вот Как апофеоз Всего этого Мы видим сейчас Это вот введение евро Вот Тоже тема недели Прошло голосование В европейском парламенте Наша так сказать Наша пляшет Теперь вот Домбровский с Вилкс Они теперь на коне На коне Ну а Орлс Видимо скоро будет Награды вручать Да Орлс Орлс жжет флаги Около памятника свободы Знаете какая ситуация К сожалению К сожалению Вот Я с Орлсом Согласен Да Но вот Спалив этот флаг Он немного Добьется на самом деле Вот Лично я полагаю Что Мы еще в следующем году Увидим Какой будет Эффект От этого Перехода Да Я планирую Я предполагаю Что будет Рост цен По отдельным позициям До 20-30% Да И с этим согласна Также и Бывший начальник Службы госдоходов Госпожа Издакова Которая вот Недавно Сказала что Нас ждет Очень большой рост цен Да Вот И почему она ушла Сейчас с поста Это тоже очень интересный вопрос Потому что Может быть не захотел присутствовать При этом росте цен Мне кажется что Наше правительство Будет вынуждено Пойти на Экстраординарные Фискальные меры Для того чтобы Как-то свести Концы с концами Потому что В следующем году После этого перехода Начнется что-то невообразимое Думаю В малом бизнесе В среднем бизнесе Да и в крупном Тот же металлург Если взять Посмотрите что сейчас С ним происходит Так они не смогли найти Инвестора Хотя нам всю дорогу Рассказывали сказки О том что После того как мы Перейдем на евро Сюда ломанется Сразу немеренное Очень злою стоять Да 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 Мы же стабильная страна Теперь будем понимать Вот То есть единственное Что я могу сказать Что кому принесет Плюс значит Этого переход Действительно Деньги станут Более длинными Вероятно Понизится ставка На кредиты Для В первую очередь Торговли И недвижимости Потому что Ну что люди будут Вкладывать в промышленность Я сомневаюсь Будут вкладывать туда Где не смогут быстрее Крутануть эти деньги А соответственно Эти все Отрасли Они будут давать Новый инфляционный Толчок И поэтому Инфляция будет Расти Цены будут повышаться И в итоге Народ будет беднеть У нас еще один Звонок Сейчас принял Добрый день Слушаем вас Добрый день Знаете Вот к сожалению Не ознакомился С вашим трудом Но может быть Вы немножко Поясните Один момент Такой Вот я был знаком С данными Там Об экономическом потенциале Нашей республики 79 81 Это как говорится Наиболее высокие Показатели И вот там меня Очень удивили Некоторые цифры Такие например Как валютная выручка Одного нашего Морского пароходства Которая в тех ценах Превышала Миллиард долларов Представляете Это 70-е годы Что такое был Миллиард Вот Это первое И второе Вот насчет Репрессий Значит Которые Значит Коснулись Широкого слоя Населения Знаете Какая штука Вот все люди Которые Значит Каким-то образом Их коснулось Это Они все себя считают Жертвами репрессий Среди тех Кто Открыто Называл себя Значит Борцами Советской власти Единицы Такое ощущение Может быть Это парадокс Какой-то Если бы не было Репрессий То все остальное Что давала советская власть Принялось бы на ураг Спасибо Вот насчет пароходства Я хочу сказать Я видел ряд документов Подписанных Значит Товарищем Дырченко Директора пароходства И Польерой Это Главный парторг пароходства Вот Документы самые разные То есть Относительно Заходов наших Первых Траулеров На Канарские острова Потом Обсуждение В пароходстве Романа Про моряков То есть Все вот эти Планы Пароходства Пароходство Наше было не только Ведь Источником валютной выручки Но Несло еще знамя По всему миру Куда приходил Советский корабль Наш Значит Там Они сразу Показывали кино Про Советский Союз Они принимали Принимали Значит Местные Местных аборигенов Ну в прямом смысле То есть Заходили какие-то Богом забытые Мавританские порты И там выстраивались Эти негры Буквально То есть Для них Это был Источник цивилизации И вот Обратите внимание Какая была Все-таки Установка тогда У советских Моряков Заграмплавания Рыбаков Все-таки Они всегда должны были Рассказывать позитив О своей стране И Нести как-то Вот флаг Ну в прямом смысле Нести этот флаг Вот смотрите А что сейчас Какой сейчас У нас есть флот Вот Я Может быть Полемически заострю Но мне кажется Что все наше Гражданское Судоходство Сводится Вот к этим Морским Речным корабликам Юрмала И Лепа Которые Вот сейчас Возят Гуляк По Есть такое дело Да Понимаете А тогда Это были десятки Современнейших Современнейших Танкеров Сухогрузов Контейнеровозов И прочего 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 Не говоря же Об этих Мощных базах Второй ливаного флота Рижской И Лепайской И всегда Эти люди Рассказывали О Латвии Да Они рассказывали Брошюры про Ригу Привозили и так далее И люди смотрели О Да Сейчас где можно встретить Моряка нашего Да В составе каких-то Сборных Так сказать Экипажей Которые Вместе с филиппинцами Украинцами Так сказать И прочими Людьми К сожалению Третьего мира Бороздят Да А судовладельцы у нас Англичане Так сказать Белые люди Немцы И так далее То есть Раздербанили этот флот Это очень обидно На самом деле Мне вот больше всего Как ни странно Мне больше всего Обидно за флот И за авиацию За авиацию За ту мощную Действительно Систему Гражданского флота Которая у нас была Да Я там тоже Это правда Многие документы Посмотрел Да И Становится действительно Обидно Потому что действительно Можно было улететь В любой город Там не знаю Советского союза Ну Справедливости ради Должен сказать Что рухнула не только Наша латвийская Авиация Да Но рухнул весь Советский флот Да Воздушный И все эти аэродромы В Сибири На Дальнем Востоке И в Средней Азии Куда можно было Долететь Они сейчас уже Недоступны Вот И поэтому я хочу сказать Что вот Эта книга Дала мне Возможность Посмотреть Глазами человека С сегодняшнего дня На ту Жизнь В которой мы находились Которую я помню Как человек родившийся Тогда И Можно сказать Сделавший первые шаги в жизни Вот И Это дает мне возможность Спорить Со всеми Такими людьми Как Силуэт Абблтенен Да Которые Произносят речи На всяких торжественных мероприятиях И Полностью Оскверняют То что было Совсем мало времени Но давайте еще один звонок Примем Поскольку очень много звонков Добрый день Слушаю вас Да Я хочу сказать Мне тоже очень обидно Как и господину Кабанову И не только за то Что ему обидно А за то Что пропал такой завод Как РЭС Благодаря которому В том числе Происходил запуск Космейских кораблей Вместе С оборудованием Дизельного завода А вопрос у меня к вам простой Где ваша книга будет продаваться Спасибо и успехов вам Спасибо большое Еще раз хочу сказать Что все желающие Все желающие получить По электронной почте Могут Значит Написать нас На мой адрес Николайс Кабановс Собачка Сайма Что сюда привезти Из торговцев Книгами А в России Она продается В России она продается Да То есть она Таким нормальным Для научного издания Тиражом выпущена Да Но я скажу Что Вот зная Сколько у нас в Латвии Печатают книг Да Как это все у нас Страшно То есть я считаю Что Ну Лучше даже в Москве Издать Потому что Это меньше Меньше проблем Напечатать книгу В Латвии Это дикая проблема Потому что у нас К сожалению Такие цены ломят За Не только за то Чтобы ее Значит Набрать Напечатать Да ее же нужно Еще и на полку поставить Это правда А вы знаете Вот так Справедливости ради К сожалению Многие магазины Берут деньги за то Чтобы книга Стала на полке Вот такой вот факт До чего дошло Парадоксальный Да Ну что же Действительно Кому интересно Почитать Уникальные документы И вообще Уникальную книгу Из материалов Как о партии Латвии Пожалуйста Обращайтесь По электронному адресу Николаю Кабанову Сегодня как раз Он у нас был в студии Большое спасибо Спасибо www.vixnews.lv Мультимедийный Информационный портал Все самое важное Под рукой Наглядно Доступно Подвижно Основательно Полный обзор Окружающих событий Современное динамичное телевидение Профессиональные выпуски новостей